Магнитогорский роллер На самом деле, да, возможности у нас в городе, как и, наверное, во всем регионе, нет покататься зимой, но мы находим альтернативу этому, катаемся на горнолыжке, катаемся на лыжах, на сноубордах, а вообще, да, ждем весеннюю пору, когда начинает таять снег, появляется первый асфальт, мы одеваем ролики и продолжаем заниматься своим любимым делом. Нас раньше и зима не останавливала, когда нам было лето по 13, по 14, мы катались зимой, мы чистили, разгребали возле какой-нибудь, найдем перилу какую-нибудь, разгребем возле нее снег, положим какой-нибудь кусок фанеры, все, и по снегу разгоняешься, прыгаешь на эту фанеру, с фанеры на перилу, ну и как бы тренировались, оно как бы и безопаснее было, он вроде как снег, можно было упасть, плюхнуться в него, вот, как бы оттачивали умения так. Сейчас было бы здорово, если бы у нас открыли, ну, крытый скейтпарк, мне кажется, и он воспользовался бы популярностью среди молодежи, потому что много человек катается и на скейтбордах, и на роликах, и на велосипедах, в тепле и при хорошем паркете, мне кажется, очень здорово оттачивать свои умения, проводить всякие различные соревнования, вечеринки. Скажите, пожалуйста, Павел, а все-таки ролики для спорт для вас или способ коммуникации? По крайней мере, это как стиль жизни своеобразный, это возможность путешествовать, находить новых знакомых, участвовать в соревнованиях, показывать свою индивидуальность, как-то саморазвиваться. У меня много знакомых, благодаря именно роликам, в различных, ну, можно сказать, по всей нашей матушке России. Роллеры выглядят бесстрашными, так ли это или нет? Ну, на самом деле, может быть, это покажется и бесстрашным, как-то отчаянным или безбашенным, выполнение этих трюков. Но на самом деле, любой человек испытывает страх, не только зритель, который смотрит выполнение этих трюков, но и тот человек, который на самом деле делает эти трюки, потому что выполнение этих трюков, как бы, вызывает бурный выплеск адреналина. Ну и перед каждым трюком так же волнуешься, просто, ну, как-то собираешься, ну, собираешься с мыслями, чтобы выполнить этот трюк. Сегодня в Магнитогорске есть ли роллер движения или сегодня, как бы, осталось несколько человек, которые увлекаются этим? Ну, к сожалению, движения, как такового, не осталось. Как был пик у нас с 2004 по 2007 год, когда это, ну, набирало обороты, когда администрация помогала нам, у нас были скейтпарки. А сейчас роллер-дрома нет, к сожалению. Приходится ездить, как-то находить время зимой, ездить либо в Красноярск, либо в Москву, чтобы выдалась возможность покататься. А вот вы сказали, что вы ездите в другие города покататься. Тогда, наверное, знаете, как ситуация складывается вообще по стране? Много ли людей увлекаются роликами? И есть ли места для того, чтобы кататься? Да, очень много в последнее время стало заниматься этим видом спорта. Большинство, как бы, в центральных регионах страны, ну, и в Красноярском крае, потому что в Красноярске сейчас находится самый крупный в Европе крытый скейтпарк, Спортекс. Туда съезжается масса народу, просто с ближайших регионов, ну, вообще, можно сказать, со всей страны. Там проводят крупнейшие соревнования в России, международный картель, туда приезжают и иностранцы, их приглашают для того, чтобы судить соревнования. Я работаю в командировке, езжу, беру с собой обязательно рюкзак, первым делом я туда ложу ролики. Да, и, ну, мало ли, ну, я как бы не то, что мало ли, а я знаю, куда я еду, я тут же в интернете смотрю, ищу там место, где можно было бы покататься. Посоветуйте все-таки, с чего начать, с тем, кто хочет научиться кататься на роликах? Много видеокурсов, там сейчас интернет же сила. В то время, когда мы начинали кататься, не было такого доступа в интернет, и мы все это смотрели на ВИЧС-кассетах, на видиках, перематывали по сто раз пленку, запоминали, как выполняются те или иные трюки, и просто шли и повторяли их, не смотря вообще на то, что можно было бы голову сломать. Ну и, наверное, напоследок я задам такой необычный вопрос. Если бы так случилось, и была бы такая возможность, заменили бы вы свои ноги на ролики? Нет, конечно. То есть все-таки ноги вам нужнее? Ну да, с нашими метеоусловиями, если бы у нас было бы Майами и гладкая дорога, не знаю. Может быть тогда бы... Нет, ну можно было бы вообще, было бы здорово летать, наверное, просто по воздуху передвигаться силой мыслей. То есть ролики дают движение, дают свободу? Да, ролики дают движение, дают свободу, дают возможность самореализоваться, показать свою индивидуальность, развиться как культурно, так и духовно, так и физически. Вот все, что дает. Спасибо вам, Павел, за беседу. Ну а мы будем продолжать через несколько минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова